Убийство Нукеновой вызвало большой резонанс в обществе. Президент Такаев поручил МВД держать дело Бешимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех. Напомним, в прошлом году 9 ноября в одном из столичных ресторанов после избиения скончалась супруга ксминистра национальной экономики Султанат Нукенова. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за коррупцию Куандык Бешимбаев. Наши отношения испортились буквально сразу после свадьбы, потому что она начала мне рассказывать о своей предыдущей жизни. 11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства, 8 ноября 2023 года, Куандык Бешимбаев и Султанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В ходе семейной ссоры нетрезвый супруг жестоко избил Нукенову. Кадры избиения прокуроры показали позже суду присяжных. От полученных травм Нукенова скончалась, врачи, скорой помощи, констатировали ее смерть 9 ноября. Помимо статьи «Убийство с особой жестокостью», Бешимбаеву вменяют статью «Истязание». «У меня не было смысла, задумки, умыслов совершать такой бессмысленный акт. Я любил Султана». Рассматривать дело Бешимбаева было решено судом присяжных, состав которых определился перед началом главного судебного разбирательств. Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бешимбаева, Верховный суд принял решение транслировать в прямом эфире открытые судебные заседания по данному делу. На судебном заседании Куандык Бешимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью. Вторым подсудимым является брат Бешимбаева Бахаджан Байжанов. Его обвиняют по статьям «Укрывательство преступления» и «Недонесение о преступлении». Родственник главного фигуранта не смог определить, виновен он или нет, поскольку, по его словам, не понимал, что Султанат умирает или умерла. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины, кровопотеки лица, кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку правой затылочной доли мозжечка справа, баралиева моста справа, отек и набухание вещества головного мозга. При этом Байжанов признался в том, что просил удалить видеозапись в ресторане в день смерти Султанат, а также просил помощника отнести ее телефон домой. Позже один из свидетелей показал в суде, почему удалил видео с камер наблюдения. В суде брат убитой Айдбек Амангельды утверждал, что замечал напряженные отношения между Султанат и Куандыком, а также знал о побоях, которые его сестре нанес Бешимбаев в период их брака. Он пытался помочь сестре выйти из болезненных отношений. Но, как заявила гособвинитель Айжан Аймаганова в суде, гражданский муж под страхом побоев заставил Султанат сниматься в интимном видео, узнав, что у родственников Нукеновой есть фото ее разбитого лица, и предполагая, что они могут на него давить. Айдбек продемонстрировал присяжным изображение избитый Султанат. Я свою дочь не видела, не покоронила мне, я лицо ее не видела. Аня, помню, я без особой жесткости, ты ее убил. Как ты можешь такое говорить? Ты убивал ее местом? Так, пожалуйста, пройдите. В тот же день бармен ресторана рассказал суду, что до приезда полиции в ресторан застал Бешимбаева с ножом в руках со словами «Я что, убил ее?». Позже свое мнение о попытке суицида обвиняемого высказал гособвинитель по делу. 1 апреля адвокаты подсудимого Бешимбаева настояли на том, чтобы он дал свои показания до вызова следующих свидетелей по делу об убийстве Султанат Нукеновой, за что позже известный адвокат Джохар Утибеков, который пристально следит за процессом, в сетях раскритиковал прокуроров, которые, по его словам, отдали всю инициативу Бешимбаеву. Сам Бешимбаев признал, что причастен к смерти гражданской жены. Он не отрицал, что был нетрезвым в ночь избиения Султанат и описал побои, которые наносил руками и ногами на протяжении восьми часов. Когда же Султанат захрапела, он увидел у нее большой синяк на всю левую сторону лица и вспухший нос. По его словам, он сразу позвонил ясновидящей, чтобы узнать, когда Султанат станет лучше. Слова гадалки его успокоили, и Бешимбаев оставил жену на диване в VIP-зале, чтобы провести ранее запланированную встречу в ресторане. Согласно показаниям, после встречи Бешимбаев вернулся в VIP-зал, где на диване лежала его жена, он пытался привести ее в чувство с помощью нашатырного спирта, на что избитая не реагировала. Брат обвиняемого Байжанов предложил вызвать «скорую». Однако, Бешимбаев решил подождать. Обвиняемый также рассказал в суде, что они отправились с братом позавтракать, а по возвращении, через минут 20-30, обнаружили, что тело Нукеновой похолодело, пульс пропал. Байжанов вызвал «скорую», врачи которой по приезду констатировали смерть Султанат. Позже в суде вскрыли телефон убитой. Прокурор зачитала личные заметки Нукеновой. В одной из заметок Султанат описала, насколько болезненными были для нее конфликты с мужем и как она пыталась выполнять все, что он просит. Там на видео видно, что она выходит и говорит мне вслед. Я ухожу в сторону, она начала материть меня в спину. Это меня спровоцировало. А вообще, в целом, вы тоже должны понять, что на протяжении с 9.30 до 3.30, я вот 6 или 7 часов просто слушал. Ну, 6 с половиной часов я вот подвергался такому воздействию психологическому. Как вы понимаете, судебный процесс продолжается. Обвиняемый. Он не всячески пытается оправдать себя, несмотря на доказательства. От судмедэкспертов и видео с камер наблюдений на которых отчетливо видно, что он применяет физическую силу к девушке. Очень больно смотреть в этот момент на маму погибшей, она уже не одно заседание находится в нескольких метрах. От человека, который убил ее дочь и который пытается всячески оправдаться. Я напомню, что для того, чтобы подсудимому дали пожизненный срок, вину должны огласить 8 из 10 присяжных. Друзья, я самое громкое дело на данный момент времени в Казахстане и, конечно же, я прошу вас оставить свои мысли. В комментариях под этим видео. Мы должны видеть, что думают люди на самом деле. Пожалуйста, распространяйте это видео. Чтобы об этом деле узнали и в других странах. Мы должны поддержать родных убытой девушки, хотя бы морально. Один на шее. По этому вопросу, что можете сказать? Ваших показаний нет? Я достоверно не могу сказать. А вот после этого упадения, уже в таком каком-то состоянии была, ну, нокдауна или вот немножко вот. В общем, она была слабая и мышцы она плохо контролировала. Когда она пыталась подняться, она еще раз не удержала мышцы. Хорошо, уважаем. То есть, вы понимаете. Он вроде как и не отрицает, что избивал девушку, а вроде бы и пытается говорить о том, что основной вины его здесь нет. Но знаете, что меня больше шокировало? Это тот факт, что после избиения вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, подсудимый начал звонить своей знакомой гадалке-ясновидящей. У меня была знакомая-ясновидящей. Я ей позвонил. Спросил вот она, говорю. Мы ее пытались вот этот, как его, разбудить, чтобы она шагами прошла. Говорю, она не проснулась, да? Слова из уст подсудимого, которые вы сейчас услышите, говорят о многом. С каким спокойствием и непонятным желанием доказать всем, что все это было как будто бы в порядке вещей произносит. Свои слова этот человек. Просто послушайте его речь. Я говорю, с ней все в порядке? Я говорю, у нее такой синяк, я говорю, не знаю, откуда он был. А тут как его... Вы можете посмотреть? Она говорит, перезвони мне через 10 минут, там, наверное, через какой-то... Я говорю, хорошо, я перезвоню. Она говорит, да, не, она просто устала. Просто устала? Ты серьезно? Это по-твоему смешно. Что ты такое говоришь? Как можно это слушать вообще? Я понимаю, что и судьи, и присяжные должны быть спокойны и с холодной головой выносить решение. Но то, что говорит этот человек, лично у меня оставляет мороз по коже и одно лишь желание. А вы напишите о своем желании в комментариях. Посмотрим, совпадает оно у нас, с вами или нет. Мы продолжаем следить за этим делом. И доносить до вас самые свежие новости. Подпишитесь на наш канал Ди-Подкаст. Чтобы больше не пропускать наши свежие обзоры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok